МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известность этого предприятия, возможно, не достигла масштабов мировых. Но то, что оно внесло большой вклад в развитие космической отрасли, не всяких сомнений. Если на заре становления в 40-е и 50-е годы его продукцией были керосиновые лампы, газовые плиты и счетчики, то с конца 60-х Киевприбор уже разрабатывал и производил системы радиоуправления космическими аппаратами. К середине 80-х выпускал системы управления для большинства космических аппаратов, запускаемых в Советском Союзе. В свое время на Киевприборе побывали многие советские пионеры освоения космического пространства. От главного конструктора Сергея Королева до покорителей космоса – Поповича, Берегового, Гречка, Аксенова. Они посещали завод в качестве группы поддержки во время создания систем. И после, когда уже испытали в деле надежность аппаратуры, приезжали поблагодарить ее создателей. Специалистов Киевприбора задействовали практически во всех космических программах – МИР, СИЧ, МКС, Союз, Прогресс, Энергия Буран. Космические аппараты с системами управления производства этого объединения эксплуатируются до сих пор. После распада Советского Союза Киевприбор продолжает работать в кооперации с Российской Федерацией по многим космическим программам. В частности, Конструкторское бюро Киевприбора совместно с НИИ Точного приборостроения Москва разработал командно-измерительную систему «Компарус» для управления космическим модулем «Заря», на базе которого была создана Международная космическая станция НКС. Предприятие продолжает производство систем управления для пилотируемых и грузовых космических аппаратов «Союз» и «Прогресс». Принимая активное участие в Национальной космической программе Украины, предприятие ведет работы по модернизации наземных стартов на космодроме Байконур, а также в Международном украинско-бразильском проекте «Циклон Алькантара Спейс». Участие предприятия Киевприбор с Конструкторским бюро «Южное» в столь масштабных проектах позволило предприятию проявить себя в новом качестве. Соединить в одном проекте два направления. То, чем Киевприбор занимается более 40 лет – космос и новая энергетика. Мы выполняем два проекта. Один проект – это создание системы энергоснабжения и системы контроля качества электроэнергии на космодроме Алькантара. Ну и второй, конечно, это проект, который для нас сегодня очень важен, это наш профессиональный проект – это система автоматизированной подготовки и пуска самого раконосителя «Циклон-4». Итак, про энергетику. Новое направление Киевприбора. Несколько лет на предприятии по техническим условиям, утвержденным Минтопэнерго Украины, выпускаются промышленные многофункциональные и бытовые счетчики электроэнергии, а также микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики – МРЗС-05. Имея мощную научно-техническую базу космических технологий, предприятие в сжатые сроки смогло освоить массовое производство современных микропроцессорных изделий для энергетической отрасли. Одно из наиболее массово выпускаемых изделий – электронные счетчики электроэнергии «Каскад». Несмотря на жесткую конкуренцию, предприятие уверенно себя чувствует на рынке приборов, изделий и систем для энергетической отрасли. Ежегодный выпуск приборов учета – более 100 тысяч штук. Особое место в ряду приборов учета занимают многофункциональные интеллектуальные и промышленные счетчики «Каскад» и «Каскад-04», которые не только контролируют все параметры электросети, но и позволяют контролировать и управлять оборудованием подстанции. Микропроцессорные датчики давления «Метран» выпускаются совместно с предприятием «Прибор» в Челябинск, Россия. Датчики предназначены для измерения давления во всех видах трубопроводов. Основные потребители – нефтегазовый комплекс, химическая промышленность, атомная энергетика Украины и России. Датчики давления «Метран» по своим характеристикам не уступают западным аналогам. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серии МРЗС-05 применяются в энергохозяйстве практически всех отраслей промышленности – металлургической, химической, газотранспортной, горно-рудной, железная дорога, областные энергетические компании. В «Киев-Прибор» участвует в модернизации энергетических объектов Украины, Белоруссии и других государств Содружества. Руководство производственного объединения «Киев-Прибор» с оптимизмом смотрит на развитие энергетического направления. Акцент на энергетику был сделан верно. Мы научились за последние 7 лет создавать продукцию, которая отвечает требованиям мирового уровня. Это был серьезный шаг, вложены большие средства. Есть сегодня покупатель, сформирован рынок, это самое главное. Покупатель сегодня практически стоит в очередь за нашей продукцией. Это победа предприятия. Современная релейная защита – это десятки преимуществ. Она заменяет собой целый комплекс устройств, то есть более функциональная. Она ведет контроль как в нормальном, так и в аварийном режимах. Главное ее предназначение – обеспечение бесперебойного электроснабжения, а в случае аварии – защита дорогостоящего оборудования и сооружений от теплоразрушений. Имея дело с разными отраслями, на «Киев-Приборе» научились подстраиваться под конкретные цели и задачи. Именно эта особенность, а также параметры на уровне лучших зарубежных аналогов, сыграли решающую роль, когда пользователи еще пытались отдать предпочтение дорогостоящим зарубежным аналогам. Украинская железная дорога, решив обновить свои энергетические системы, столкнулась с проблемой, когда релейные защиты признанных мировых производителей просто не подошли под украинские стандарты. С подобной проблемой имел дело и киевский метрополитен. Сейчас же все новые станции подземки оснащены отечественными приборами. На станции Сырец, благодаря системе телемеханики, все под контролем. Состояние и энергосетей, и оборудования. Вся информация по оптоволоконной сети передается в Центральный энергодиспетчерский пункт управления энергоснабжением метрополитена, где уже в зависимости от ситуации принимаются меры. Неоспоримые плюсы системы – оперативность и информативность. Скорость передачи – 9600 бит в секунду, что в 32 раза выше, чем в предыдущих моделях. Получив сигнал о каком-либо отклонении на объекте, система телемеханики мгновенно информирует об этом энергодиспетчером. Таким образом, есть возможность предупреждать аварии, а не только устранять. В отличие от предыдущих систем, Киев-Приборовская может записывать огромный объем информации обо всех событиях, что происходят на станции, с целью дальнейшего анализа. И кроме того, она контролирует действия персонала, чтобы исключить человеческий фактор. Сегодня на заводе разработана полная гамма МРЗС-05 для подстанций и распределительных пунктов – более 30 видов. А это уже заявка на конкуренцию с мировыми производителями. Здесь уверены, что предприятие достойно быть в числе первых. Нам удалось сохранить космические технологии, то есть высокое качество производства аппаратуры при нынешних рыночных ценах. Мы все-таки позволяем себе проводить испытания всех приборов энергетических под тем же каноном, под тем же принципом, по которым мы производим высококачественную космическую аппаратуру. Эффективность, надежность и удобство эксплуатации приборов киевского предприятия оценены. Тем более, что за все время использования релейных защит, что, впрочем, относится и к счетчикам, процент сбоев и отказов был самый низкий, по сравнению даже с образцами мировых производителей. Именно поэтому продукция активно потребляется не только внутренним рынком, но и странами СНГ. Кроме того, Киевприбор – одно из немногих наукоемких предприятий, где организован полный производственный цикл – от заготовки до сборки и испытания сложнейших приборов. Однако не только уникальная база формирует имидж завода. Киевприбор – это еще и достойный партнер, главные качества которого – обязательность и надежность. Киевприбор – это еще и таким образом национальной базе. Киевприбор – это доказательное пользование еще, когда aptан очень серьезно не станет никаких причиной. Вот так, конечно, в Самкехладово не собрала. Постойной штаны нояpler — постигодông 1980 года. Но многие кажется, что вз 바п Więcтотик российской области преобразует... Продолжение следует...